Я считаю, что фильм вообще делается на ландшафтах, его ритм, понимаете? Да, ритмики играют большую роль в диалогах. Есть фильмы, которые построены исключительно на речевых этих самых. Но мы говорим уже не об этом, скажем, интересный диалог, он может быть и на театральной сцене, и также может быть переведен фильм. Мы говорим о том, что присуще кино, что там возникает. Так вот, одно из самых главных вещей, которые в кино возникают, то же пространство акустическое, там активное, потому что трехмерность в фильме дает именно звук, и не только его, а в непрерывность. Вы понимаете, что изображение режется, вклеится. Звуки тоже. В этом кадре сказал Валер, в том, ответил Петя. А вот фон, объединяющий место действия, в котором живут вот и эти неосознаваемые биоэнергии этих измерений, они, конечно, существуют, они есть. И иногда, я не знаю, что это такое, а интуитивно я выбираю иногда фон, пишу, который часто говорит, а зачем это писать, здесь ничего не происходит. Вот это ничего не происходит, а есть некая магна такая, которую чувствуешь. Но это уже большая тема, это нужно очень много говорить и отвлекаться, я просто не могу. Но вопрос, который вы подняли, он актуален именно в том смысле, что помимо реплик, шумов, то есть конкретных логически осознаваемых элементов, есть еще пространственные шумы, в которых есть энергия, безусловно, которая очень сильно на нас действует. Потому что иногда мы даже не знаем, почему. Где-то настроение поднимается, выходишь в какое-то место, да, а где-то это ощущение нет. Так, последняя станция какая-то. А, у нас не очень много фильмов, а хочу спросить, как называется польский фильм, может, у них будет еще шанс? Польский фильм, я, честно говоря, мы смотрели с очень хорошим киновидом, замечательным Гариком Закаянным. Я где-то к середине фильма, не говорю, спасибо, Гарик, ты, например, интересный, Кариан, улови нас, и че. Сидес, и че. Ну, польский фильм сегодня показывается, в программах есть. Если саун шан дудесейка, то я ищу, не знаю, после. Че не знаю. Если саун шан дудесейка, то я ищу, не знаю, не знаю, не знаю. Да, да, да. Польский, да. Хэррит-эрит-эрит, эррит-эрит. Ах, ах, ах. О, извините. Так, я что-то сбился немножко, сейчас я хочу вернуться в свою колею, то, что я хотел говорить. Про синхронный санклор. Я про синхронный санклор говорил, да, и так далее, и так далее. Да, и еще важный момент, ребята, что дело не в том, что синхронный звук и вообще фоны дают непрерывность пространства. То, что это факт, подтвердилось стереофониям. В каком смысле? Потому что в кино, во всех стереовариантах, чтобы вы знали, кто не работал в стереофонии, от самых скромных стерео до 5.1, 6.1, реплики пишутся, моносинхронные реплики. Почему? Потому что, когда только начиналось стереофония, в те годы мы были закрыты от запада. Оказалось, что они совершали те же ошибки, что и мы вначале. То есть, у нас было 5-ти канальные стереофонии. Знаете, что делали? Вот такое, представьте себе, штука и 5 микрофонов на нем. И вот эти 5 микрофонов и так далее, вот себе 5. Потом оказалось, что это монтировать невозможно. Даже двухканалку невозможно. Потому что вы снимаете восьмерку, да? Представьте, на экране. Он оттуда говорит, она здесь вот. Потом она отвечает, значит, она перелетает туда вот сюда. И сображение это мы спокойно воспринимаем. Звук, если будет с этого динамика, на тот сказать. Понимаете, да? А если еще на полуслуге восьмерка работает, это хорошая восьмерка не так работает. Это примитивная восьмерка. Он сказал, она ответила. Она сказал, он нет. Бывает так, что он начал, она все-таки не переливает его, да? Оставаясь здесь. А потом он начинает говорить. На городе его оставили здесь. А она в кадре слушает. Как она слушает? Потому что кино очень важно, как слушает. Не только как. Потому что вот фильм Гадара, который я вспоминал, да? Там есть прекрасная сцена, размолвки, когда они такой... Там это квартира, которую он наспех купил, стал сценаристом такого, знаете, ну, Бульварного, в общем, фильма примитивного. Там какой-то груболазый такой, американский, который деньги вложил. И, короче говоря, там начинается роман. То есть, вернее, там американец начнет ухаживать за его женой или там женой. И, короче говоря, там возникает сын, он чувствует, что что-то не то, что-то уходит. А он говорит, что все в порядке, все нормально. Вы знаете, это самое интересное для отношений. Это еще... Я еще в такой очень зрелой форме нахожусь. Но всегда вспоминаю, что самые болезненные вещи, вот, в молодости, бывают, когда будет неопределенность. И как он это сделал? Как снял это? Когда он очень интересно снял. Во-первых, как он пространство использовал? Прямой звук синхронный, да? Он что-то говорит там, та-та-та-та-та-та. Она говорит, мне все в порядке, нормально. Причем она чаще всего отворачивается от него. Он идет на зрителя, скажем. Он что-то говорит, мы видим ее реакцию, но зритель видит ее лицо. Понимаете, она здесь. А он не видит. А я, зритель, понимаю, что то, что она говорит, не совсем так, потому что на лице любые выражения. Наконец, вы знаете, как в жизни мы все время есть. Очень важный вопрос. Я хочу смотреть вам в глаза. Это было или нет? Понимаете, я очень важный вопрос. Я хочу видеть твои глаза. Правильно? Она самая, представляете, она отворачивается. Потом она уходит в соседние кухни на коридоре. Наконец, последняя стадия. Он все кричит, ходит. И последняя стадия. Она в ванну и запирается. И начинает. У меня вот такой черновик написан. Я рассказал в двух словах, там, в те годы, пересыщил журнал. Это экран, по-моему, университет. Ой, пишите, пишите. Он так и написал. Но идея моя была в том, что помимо интеллектуального, чувственного лабиринта, который возник между двумя людьми, еще акустический лабиринт добавляется. Понимаете, да? Одно дело, ты мне говоришь, что-то я тебя люблю или не люблю. И смотрю, тебе говорят, другой ты заходишь в туалет, закрываешь ванную комнату, а ты говоришь, да, все порядка, я тебя люблю. И так далее. В общем, насчет любви я вас не запутал, надеюсь. Вы сориентированы уже, все хорошо. Но насчет акустики что-ли добавим, может быть, да? Что еще я хотела? То есть, что можно? А, еще время есть? Да? Вообще, ребята, давайте так. Потому что я, знаете, тема уже будет бесконечно. Я книгу еще кончил в прошлом году, в самом конце, да? И от этого три года сидел. Причем основная задача была у меня сокращение. Понимаете, что-то писал 10 лет назад, что не собирался на какую-то книгу. Пускать потом читают на высших курсах, встречая таких прекрасных девушек, как наши Анны, которые, я вижу, что они хорошие, да, эти слушают, что-то понимают. В конце концов, ну ладно, жалко это все пропадать. Давай хотя бы я это делаю это самое. И здесь очень важно, понимаете, скажем, я первый написал про апокалипсис. Мы были в Париже на съемках. То есть, важно впечатление первое. И на Елисейских полях, там большой кинотеатр, хорошо помню я, Дегар Хомян и Костолевский, который играл там. И пошли вот смотреть апокалипсис. И шоу был полный у меня прежде всего потому, что пространство зала во многих селях становится более активным, понимаете, чем заэкранным. Это вертолетная селя, например, потому что все, на твоей голову эти вертолетные инститции и так далее, и так далее. Я в микрофон поднялся, как ребенок, и вы меня не слышали, да? Ну понятно было? Да. Ну, значит, в общем, уже шоу, я говорю, не важно теперь, да, что с него взять, да. Короче говоря, и впечатление было очень сильно. Я пришел в гостиницу, там какие-то такие каракульки сделать и прочее. То есть, через детство я в возраще шанс что-то добавлял, но только не описал ничего, а потом в книгу вошел. Или был у меня замечательный случай, вы знаете, я, это тоже я написал, по поводу акустики, опять же. В Риме, однажды вечером, значит, в возраще середины, я шел, чтобы поехать, в этот раз я буду это по-другому. Фильмы начали, чьи-то работали. И там перед метром площади, там есть знаменитый собор огромный, Санта-Мария-Маджори. Но есть еще маленький, по поводу такой, аккуратная церковь, и я вошел к нам туда, сидят эти скамейки, сидят площади, там кто-то что-то говорит, священники, аж осторожно вошел. Знаете, было такое сумеечное время, да, когда, вот здесь уже, как бы, какие-то, говорят, лампочки в церкви, да, но еще свет там не ушел. Вы знаете, когда эти два света, такой, какой-то, как дымка какая-то, священник был в глубине там, значит, он был чуть светлее, чем вот сам алтарь. Я его почти так смутно видел, но что меня смутило сразу, что звук был чрезмерно подчеркнутый. Оказывается, собор был радиоанфицирован. Я-то пошел в реальную акустику послушать, понимаете, он радиоанфицирован. То есть у него микрофон, и он открывает какие-то страницы, да, 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 отметил там, где что будет читать. Но самое любопытное другое. Значит, он начинает, то есть он звучит сегодня на крупном плане, понимаете, да, если микрофон сам находится, там он звучит на внутрь, динамики везде на стенах. Но еще другое самое интересное происходило. Он покашливал слегка, так, старый человек очень такой, слабый, совершенно без интонации, ровно. Перелистывая страницу, знаете, что такое, перелистывая страницу, перелистывая перед микрофоном. Это событие, в целом. Начинает следующий кусок читать. Опять, следующий, я только начинаю понимать, что вот эти повторы, и страницы, и цикла, это ариаторика такая, шумок, очень интересно получается. И они вклиниваются между читаемым текстом, более того, для меня, не понимающего язык проповедей, это семантически более ясно, эти тексты, чем то, что он читал, понимаете. И очень интересная геологическая система. Ну, я не буду сейчас положать, но я об этом написал тоже одну главу. Ну, конец главы одной. В общем, интересная штука, Кусика, как кто-то сказал, очень непонятная и неподадливая дама. Ну, вообще-то, ребята, я вам скажу такую вещь, что открытий в этой области достаточно. Другое дело, что очень воском кругу это все крутится, понимаете, потому что я попытался внести еще понятие фоногении, потому что есть понятие фоногении, да. Кто из вас хоть немножко теорией интересовался, вы должны знать, что вообще теория кино возникла из теории фоногении. Суть фоногении, я считаю, там, сначала Дейлук писал об этом, потом Жан Экштейн, это очень известный режиссер, который тоже был потрясающий человек, потому что делал удивительные эксперименты в кино. Так вот, Экштейн считает, что фотогенично тот объект, воспроизведение которого кинематографическими средствами, ну, камерой, увеличивает, расширяет его моральное значение. Понимаете? Что значит, ну, скажем, вы понимаете, что любой объект в каком-то контексте может снять так, скажем, от по телефону еще каких-то ужасных вести, может крупный план телефона, да, еще освещение сделать, это будет чудовище, да. В раннем кино этим очень пользовались. Но этот принцип продолжит их звуку, понимаете? Звук тоже фотогеничный, фоногеничный, проявляется в том, что звук в результате воспроизводителя расширяет свою выразительную возможность, понимаете? То есть, в какой акустике я пишу, как я пишу, например, меня вот здесь можно записывать, я вот здесь говорю, да, а можно меня записывать оттуда. На первом плане буду я, где-то картинка, звучать буду там учетно на куличках, а на первом плане будет давать, скажем, разговор был с девушкой, когда идет уже надоедом, когда он кончится, да. И, кстати, вот это сфомонтировать, то есть, получится очень интересно, я думаю, да. То есть, перспектива – это очень важный момент, очень важный момент, и вы должны научиться им манипулировать. И не забывать, что, да, я сейчас с телефона доказал еще раз, потому что я про восьминку сказал, забыл, что это было начало, нужно было продолжить. В итоге получается, что какой бы вы ни снимали, 5.1 или двухканальная, вам нужно в этом месте или аналогичном, сразу после стопа, записать в стерео пару минимум этого места. Понятно? То есть, в каждой сцене мы пишем стереофонические фонели. Или же ни в этом месте не годится, ну, похоже, дело было на улице, на соседней улице или другом, ну, не важно, чтобы это подходило. Потому что это в лишний раз доказывает, что непрерывность фильма и его объем обязаны фонам. Реплики могут быть моно, могут быть стерео, потому что мы пишем моно, конечно, вы знаете, что на стереофонической перезаписи вы можете... Обычно пишут сейчас реплики многодорожечные, да? Скажем, Иван на первой дорожке, Петр на второй и так далее, и так далее. А потом мы можем комбинировать варианты дорожек. Если я даю, скажем, звук на эту дорожку и на эту, он будет слышен вот где-то здесь. Это понятно, на международном. И так далее. Иногда можно очень сильно изменить картину. Я последнюю картину, которую делал работу с Теграном, Киазеаном... Ну, я уже на съемке решил, что не могу ходить. Я взял своего выпускника, очень хорошего языка режиссера. Он был на съемках, все писал, а потом они все монтировали. Я пришел, как бы уже это все редактировал, сверкал. Ну, вот такая вещь. Опытные люди очень много рассказывают, да, вот в стереофоне. Идет там какая-то сцена, стреляют в другую. Одни оттуда, стреляют в этих отсюда и так далее. Это как бы эффектно не были, эти, знаете, длинные сцены с пистолетами и прочими, с пушками. Их всегда нужно ломать. То есть менять спектр, менять точки. Я помню, была сцена, она особенно поразила моего коллегу и звукооператора, который с ним сидел на перезаписи. Я говорю, ребята, оттуда стреляют. Да, по идее, здесь, сюда, вот, река же дайте отсюда, понимаете? Не то, что там, вот, да. То есть достаточно по пространству это интересно, нестандартно расположить. И та же сцена из сплошного шума и гола, потому что звуки, понимаете, громкие звуки, они чернокладываются. Звукорежиссер может быть тонко, трудно бывает иногда, сделать так, чтобы было насыщенно, но каждый звук отдельно был слышен. Как бы вы по спектру не... Вы расстроились, нет? Нет. Да. Вы только смотрите, что... Давайте. Руан Артавадов, спасибо за лекцию. Спасибо за лекцию, Руан Артавадов. В своей книге вы говорите об аффективном преодолении асинхронности синхронностью. И приводите пример из жизни Прокофьева. Вы об этом можете поговорить? Там, ся, Руан Артавадов, у вас есть лекция? То есть у нас есть лекция? Минут пятьдесят. Значит, я делаю такое, так, попытаться... И что? А почему нет времени, в чём экономичем? А, нет, по-моему, по-моему. Нет, мне право, если неинтересно, время есть, ребята. Потому что крома не толкает... Нет, нет, нет. Звуками, если есть люди, которые интересуются нашей профессией, у меня время будет. Значит, вопрос любопытный, и я сейчас попытаюсь на него ответить. Есть понятие синхронности, да? Вот, вы знаете, что в кино это играет очень большой роль, что мы всегда пытаемся попасть. Но на самом деле, если разобраться, синхронности сто процентов не бывает. Естественно, воспринимается то, что мы говорим, о, как синхронно. Это значит, есть задержка. Звук опоздал. Но настолько, насколько мы привыкли со дня рождения. Понимаете, я о чём говорю? Мы со дня... Скорость света... Триста тысяч километров в секунду. Скорость звука... Четыреста света, не помню. То есть это невозможно. Ну, мало того, что скорость звука ничтожно мала по сравнению со скоростью света. Слух ещё фантастически чувствительен к звуковым задержкам. То есть, просто объясняю. Если на научнике вам дать один и тот же звук, на правый ух и на левый. И если на правый или на левый звук дать с опережением или с отставанием на одну тысячную секунду. Знаете, что такое одна тысячная, одна миллисекунда. То сигнал идёт на то ухо, которое получено с опережением. То есть мы чувствительны к звуковым задержкам вот на таком высочайшем уровне. И именно благодаря этому мы за счёт отражений, даже если прямого звука нет. Представьте себе, что прямого нет, значит, только отражение. Слух считывает разницу между ними. И на основании этого судят об объёме, о том, закрытое помещение, не открытое. И о том, значит... Да, в общем, об этом. Да, теперь пойдём дальше. Эйзенштейн писал очень, он понимает эту проблему. Очень интересный вопрос поставил, но он смотрел с другой точки зрения. Он говорил, что все знают, что гром и молния – это физическое явление одновременно. Но также большинство... Нет, ну идёт не в смысле физические, они одновременно происходят. Но также все знают, что мы никогда одновременно не слышим. Звук себя опаздывает от света. Он это объясняет тем, естественно, что скорость света очень велика, звука очень мала. И если далеко гроза, значит, опаздание... А когда над нами, наконец они совпадают, и вот здесь люди приходят в ужас от этого звука. На самом деле и здесь, как я говорил, он не совпадает. Просто задержка всё равно есть. Но получается, отсюда вывод, что когда гроза над нами, это максимальный... Поскольку мы за нами знаем, что не может не быть задержки по природе света, значит, это наиболее выразительная задержка. Это та мера задержки, которая находит максимальный эффект. Значит, его может добиться и в других условиях. Это значит о том, что синхронностью можно манипулировать в каких-то пределах, в интересах выразительности. Это очень важный момент. Ну, не буду очень много выговорить, потому что перейду на интересный пример. Вот это очень хорошо подтверждается. Есть известная история про Прокофьева, великого музыканта, который отличался тем, что на всех этих вечеринках очень любил танцевать. И все почти говорили, что он задактывал им ноги, или они задактывали. Ему, то есть, поразительно, что композитор, который внёс в музыку XXI века особое ощущение ритма, ходил по ножкам или наоборот, и его тартали. Но только одна дама... А ведь очень хорошо написал Покойный, но и мне, к сожалению, указывал один из замечательных теоретиков киноведов. Только одна дама написала об этом несколько иначе, как он говорит. Она писала, что когда первый... Было обычно фокстрот. И я что-то не могла... Я всё время чувствую, что я могу наступить ему на... Ребята, когда не слышно, говорите звук. Ну, сутью на мой... Не надо, просто звук. Я буду понимать, что я говорю. Значит, слава дамы, говорю. Значит, и так далее. Но, говорит, со второго танца, я думаю, почувствую необычную... Он говорит, как бы запазнан за тактом. То есть, понимаете, да? Вот все танцуют так, а он... То есть, он эмоционально подчёркивал попадание. Тем более, что не просто попадание в ритм, а попадание ещё в унисон с дамой. И особо не интересно, что это написал никто-нибудь. Единственное из всех возможных – Гарина Уланова. Великая танцовщица. Отсюда я делаю такой вывод, там, в моей обобщении, что... От того... В силу того, что, значит, Великая Бабелина, начал, попадала, почувствовал этот ритм Прокофьева только со второго танца. Говорит о том, что Прокофьев исходил из предельных задержек. Понимаете, ритм? То есть, он попадал в последний момент. Я привожу такой пример, как актёр в приключательском фильме, когда он успевает зацепиться за полночь неуходящего пояса. Конечно, последнего вагона, последнего, понимаете, да? Если он быстренько приходит и в средний вагон сядет спокойно, эффекта нет, вот это попало. И, короче говоря, вот это вопрос тут хороший, потому что я очень люблю этот кусочек. И дальше, что мог сделать Прокофьев? Скажем, есть очень... Если у вас, скажем, могут быть возможности манипулировать вот этим ритмом, они очень большие. И я хочу сказать, что в кино этим пользуется. Но в кино, вы знаете, что самое эффектное, когда помощь приходит в последний момент. Вот уже топор подняли, сейчас будет удар, и в это время принесли письмо, что его освободили, и так далее. И эти бомбочки чертовы, которые взрываются тем более в наш век, они их стали вообще не только в кино взрываться больше в жизни, чем в кино. Тоже в последний момент. Но я думаю, что эффект последнего момента вообще срабатывает так сильно, в силу того, что в кинематографических сюжетах путь к нему пролегает через препятствия. Понимаете, если кто смотрел, там, нетерпимость, там, жена, для того, чтобы этот указ о том, что помиловали мужа, она должна пройти огонь и бонду, чтобы успеть, пока не отряд не отрубили голову. То же самое вы понимаете, во всех этих американских фильмах, режиссеры же не идиоты, они прекрасно знают, что это криши, которые повторяете из фильмов, но никто не может позволить себе на пару секунд раньше. эту бомбочку, потому что пока не доведут до подлой инфаркции, самых слабых дамочек, да, чувствительных, они, значит, тянут, тянут, затопа, ну, а-а-а. То есть, правда, вы можете получить уже от сверху довольствия, чтобы все-таки успеть, да? То есть, это все говорит отряд и отряд. Я понятно говорю, ребята, это из одной сферы. Вот, если хотите что-то спросить, даже не из области кино, я готов ответить. Но если нет вопросов, то спасибо вам. Спасибо вам большое.